всем привет какой все-таки эффект от платных и бесплатных услуг в чем разница чем разница на вот все мы знаем что есть все-таки платные услуги какие-то есть бесплатные услуги да вот и какие из них более эффективны просто задайте себе такой вопрос какие из них более эффективны какие услуги подумайте вот просто как много людей как много людей стало богаче и успешнее того что они пользовались какими-то бесплатными продуктами компьютерные игры возьмем к примеру компьютерные игры раньше вспомните когда были компьютерные игры ты идешь магазин покупаешь диск дистрибутив на нем написано коробки написан код активации ты вставляешь диск установишь программу она у тебя запросит этот код этот код вводишь дальше все у тебя полноценная игра ты играешь сколько хочешь вот но ты этот диск даешь своему другу он делает то же самое и у него такая же самая игра вот соответственно этот диск размножился эта лицензия переписалась я помню что у меня добытаж там контрстайк какой-то был или еще что-то да то есть и там от руки даже где-то бумажка это было написано потерял код что же делать короче да то он возьмем кого-то у сережи у кого-то у него такой же код и все нормально короче вот то есть со многими играми такое было ну вот у нас такой был менталитет раньше мы не под ничего не покупали тут один купила лошара вот и соответственно остальные все пользуются и сейчас возьмем игры современные ты игру спокойно может скачать спокойно любую игру ты и качаешь ты и устанавливаешь все полноценная игра ты не играешь это особенно в ланке ты игрит он вот к примеру мир танков да вот это такая реально нашумевшая игра многие в ней играли я даже не там лет шесть там лупился в эту игру вот но то не не знаю такой мир танков то есть ты у тебя когда обычная игра то есть ты спокойно себе играешь у тебя она ничем не лимитирована то есть ты можешь проходить все как бы дальше там развиваться танки себе там разным 10 уровней танков все разные танчики вот соответственно чем выше уровень тем он мощнее класснее там защищение и все такое вот но но такой интересный нюанс если ты ты очень медленно двигаешься вот к этому всему то есть тебе надо вообще все время проводить там в этих танках чтобы играть 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 и зарабатывать вот эти там бонусы и местную скажем так валюту внутреннюю для того чтобы там развиваться и покупать новые танки если ты покупаешь премиум аккаунт месячные там или еще какой-то то соответственно у тебя после каждого боя у тебя очков в два раза больше ты можешь покупать какие-то танки себе премиальные у которых ттх там ну не там намного больше но они улучшены просто уже машины улучшены все такое то есть и соответственно прогресс твой идет намного быстрее еще еще интересный момент кстати но не насчет игр уже там книги например придем книги буквально сегодня со знакомым со ним общался вот он говорит разница в книгах ты представь когда ты купил книгу когда тебе подарили книгу та книга которую тебе подарили ты ее просто положил на полочке и ты не читаешь та книга который ты купил ты заплатил за нее деньги ты не читаешь с удовольствием еще несколько раз и она прям у тебя лежит на видном месте вот соответственно такое еще бывает тут с обучением например когда я работал в аклиме у нас была рядом академия клима ну то есть это как веточка климы и я преподавал там в этой академии то есть вел там небольшой курс по в рф системам вот и у меня соответственно то есть как как я помогаю в академии академия соответственно может помочь мне и у меня мне может предоставить несколько бесплатных мест вот туда я возил вводил свою свою жену муж и не пошло не захотела и все такое то есть ну как бы она не закончила вот но бесплатно вот и даже вообще не интересно было даже не знаю зачем я туда поперну это там соединилась на него вот у меня было два знакомых два знакомых которые жаловались на жизнь реально жаловались на жизнь что у них все плохо вот они там не тем занимаюсь там и все такое один вообще там если честно в тюрьме сидел в это время когда с ним общался и я говорю так вот ну что одному что второму я могу тебя устроить ты получишь скандарт не то что профессию но ты научишься ты освоишь новую профессию и ты сможешь уже зарабатывать деньги то есть ты получишь нужный объем знаний бесплатно совершенно я вот тебя вот втулил втулю туда ты там месяц посидишь походишь туда и освоишь новую профессию и все я тебя уже постараюсь куда-то втулить если хочешь классно классно офигенно да ну вот первый не пошел не пошел вот мне звонят уже преподаватели говорят ну что ну что андрей где твой там вот человек ты же там говорил будет я не знаю сейчас его наберу но я как бы их состыковал все я дальше уже сами не знаю наберу набираю это значит я не могу у меня тут работенка тут подвернулась ну и все я я не буду а второй который там с тюрьмы ну и он когда вышел все у него сразу кабриолет крышу сорвало короче забыл вообще об этом обучении ну и хрен с ним это их дело я и даже все бегать и заменим не буду на самом деле вот и но да вот тему обучения как раз начал и вот я например за курсы пойти я платил я платил за курсы идти тысячу долларов я заплатил но это год мы учились как бы это вот я вам скажу по ощущениям по своим по личным вроде учишься учиться в какой-то момент приходит просто ну такой такой ну дотина какая-то сколько то вот но не интересно ну есть есть в любом обучении если такие моменты и ты думаешь плена нахрена но мне вообще надо до пошел бы туда бесплатно бросил бы нахрен и все и вот даже люди не думал но я же блин деньги заплатил я же заплатил деньги то и что и надо продолжать заканчивать да то есть это это вот она мотивация если бы я не платил я не закончил заплатил я получил диплом не важно что он мне сейчас не пригодился кому-то же у меня там сокурсники ну есть люди реально устроившиеся на работу да немного но есть и есть люди которые всегда мечтали этим заниматься они заплатили деньги всего для них это все молодцы они бы точно не бросили ну насчет бесплатно не знаю я не гарантирую бросили бы они бесплатные лет а вот так что еще сейчас на конспект поглядывать так можно ли учиться бизнесу бизнесу бесплатно вот тут вот интересный момент бизнесу бесплатно можно или нельзя тоже так туда-сюда так раскидывается вот люди вот смотрите к примеру да вот вы смотрите всяких вот этих чуваков там в интернете боже я даже не помню какой-то казах там есть такой там миллиардер там до казах рыбаков есть такой миллионер вот в украине черняк например тоже бурбе мани называется вот и все смотрят вот эти атаку бизнеса скажем так вот эти вот ролики просматривают ну что-то от них черпают но применить это очень очень тяжело во первых у них бизнесы крупные у вас бизнесы не такие крупные те которые у которых крупные бизнеса не youtube не смотрят они туда не залазят им она неинтересно вот ну то есть бесплатно вы смотрите вот эти ролики помогло ли она вам чем-то создать свой бизнес укрепить свой бизнес развить дальше свой бизнес помогло ли она или нет вы вообще вот об этом ну и что тут обещание бизнесменов на ю тубе это всего лишь зарабатывание на вас денег это ну в это все прекрасно понимают то есть вы им делаете просмотры эти просмотры соответственно монетизируется все обалденно то есть они уже все на этих на просмотрах и возможно они этим самым вас даже заманивают к себе на уже на платные тренинги когда люди собирают там толпы где-то в каких-то замках или еще где-то вот например на наш самый главный наставник павел дмитриев он вообще там какому-то чуваку записывался к чуваку очередь на два года вперед он раз в два года собирает какой-то тренинг по 40 тысяч долларов с человека но там чего вообще даже не это не церемонится он тебе и матом может там все такое короче ну где-то в америке там он собирает у себя в замке короче вот и проводит тренинги ну там тренинги эффективные там тебя именно так жарят что что капец ну ты там заплатил деньги ты просто так туда пошел а бесплатно ну что бесплатно ты бы пришел на тебя потом матюкнулись заплакал ушел все и и сам сами учитесь своему бизнес вот поэтому все знания любые знания они стоят денег и чем лучше знания тем соответственно они дороже стоит вот так что да у этих вот многих youtube щек а когда захочешь больше плати деньги и приходи учить усваивает на при меня вот так извините да вот почему все-таки не работают бесплатно и бесплатное знание вот вы еще раз подумайте почему они не работают у большинства из вас большинства из вас почему именно вот акцентирую большинства не работают даже в принципе платные у большинства из вас не работают только один процент из вас может применить это и знания и все почему не работают а вот ответ просто во-первых нет мотивации у вас нет мотивации вы бесплатно вы ничего не заплатили денег вообще даже вы вот ни копеечки просто не заплатили соответственно у вас мотивации нет никакой вы можете это просто забросить и вы ничего не потеряете многие даже заплатят деньги все равно просырают вот поэтому такая штука у многих еще почему не получается даже плавно в блоках блоки ваши блоки и все вот эти какие-то сущности которые вам не дают то есть знаете это раньше мальчика был один здесь сидит и другой здесь сидит один верти не туда ты вдруг нет я не пойду туда потому что я боюсь страх это страхи ваши страхи вас и блокируют страхи которые нам с детства самого внушались вот я это этих страхов могу избавить если что поэтому еще вопрос подумайте почему вы сливаетесь вот что вас остановило идти дальше что какое чувство вас остановило что у вас при этом возникло какое чувство у вас при этом возникло когда вы не хотите идти дальше и что бы было если бы у вас этого чувства не было если бы она не возникла в этот момент чтобы случилось подумайте на сегодня все всем пока